Солнечные очки даже в помещении. Это не детали имиджа, а необходимость скрыть последствия недуга. Виктор не видит с детства. Трагическая случайность или халатность врачей стали причиной полной потери зрения. Молодой человек живет тактильными ощущениями. Если для обычного человека достаточно видеть своего собеседника, для Виктора важно чувствовать его рядом и держать за руку. Своими главными помощниками и проводниками в мир зрячих он считает бабушку и дедушку. Они меня поддерживают в том, что я иногда репетирую песни, которые дают в центре конкурсу или концерту. Виктор занимается вокалом. Он успешно выступает на концертных площадках родного города и активно участвует в различных конкурсах. Творческие способности у молодого человека раскрылись на встречах клуба «Лотос». Он вообще очень талантливый и одаренный молодой человек. Он ребят начал необычно поздравлять с днем рождения. Это всегда была какая-то песня. Песня поздравления. Юлия Гораева заметила увлечение Виктора и решила развивать способности начинающего артиста. Они регулярно занимаются вокалом, подбирают репертуар и участвуют в конкурсах и фестивалях. Сейчас молодой человек готовится к концерту, посвященному Дню Матери. Виктор, конечно, не унывающий, не опускающий руки. Молодой человек, всегда улыбающийся. Настолько интересный собеседник. И поговорить о музыке, если что-то тебе непонятно, он расскажет очень многое. Музыка, пение, репетиции, выступления. Особенный мир Виктора наполнен творчеством, новыми планами и идеями. Но есть в его жизни место и большой мечте. Обычному человеку она покажется слишком простой. Для незрячего она практически недостижима. Конечно, я на свободное время мечтаю выйти во двор, вынести мусор, бабушке помочь. Виктору всего лишь 22 года. Возраст, который позволяет реализовать самые смелые проекты и начинания. А его характер и целеустремленность могут стать примером для многих молодых людей. Елена Грискова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.